И когда в феврале я получала данный препарат на почте в нашем Кировском районе, после получения посылки ко мне подошли сотрудники таможни астраханской и изъяли у меня данную посылку в связи с тем, что это наркотическое вещество в них содержится. Я объясняла всю свою ситуацию, что это препарат для дочери, у нее эпилепсия, что это все опасно, но, к сожалению, они препарат забрали. И вот уже месяц они нам не отвечали, то есть говорили, что проводится экспертиза, что это надо просто подождать, а оказалось, что они уже передали все материалы в полицию отдела номер 7 нашего Кировского района города Волгограда. И вот уже в апреле со мной связалась следователь для дачи объяснений по данному делу. Когда я к ней пришла, она сказала, что проводится проверка и, возможно, возбуждение уголовного дела по статье контрабанда наркотических веществ. Следователь вначале ко мне очень душевно отнеслась, сказала, что да, вы предоставите все документы, мы с вами все напишем в объяснении. И она говорит, я надеюсь, что вас не возбудят на вас уголовное дело. Я предоставляла документы, что больной ребенок, что у ребенка инвалидность, о диагнозе его, назначение врача, даже рецепт мы взяли в поликлинике, предоставили на этот препарат. То есть, ну, почему-то, как говорится, сказали, что, ну, это не существенно, как бы не действенно. То есть, ну, мы таможенникам даже все это отправляли. И оттуда пришла такая новость, что уже рассматривается чуть ли не возбуждение уголовного дела. Мне адвокат посоветовала обратиться напрямую уже в прокуратуру, где я с полным пакетом документов, со своим объяснением подошла уже на личный прием к прокурору нашего Кировского района. И вот ему уже объяснила всю ситуацию, сдала весь свой полный пакет документов. Ну, и после этого мы уже смогли договориться о времени встречи со следователем. И ему мы также предоставили все документы, дали объяснение. И уже где-то через неделю после этого мне сказали, что выписано удомление о том, что не будет возбуждено уголовное дело в моем отношении. Нам выдали уже лекарство сама поликлиника только в середине марта месяца. То есть лекарство, которое я заказала, я его так и не получила. Ну, когда устно я обращалась, они мне говорили, что так как у меня оформлен отказ от федеральной льготы, лекарство на обеспечение, то мне не положено данное лекарство. Хотя оно находится как жизненно важное лекарство, и его должны выдавать по региональной льготе. То есть все дети, независимо есть отказ от федерального обеспечения или же нет, они должны данным лекарством быть обеспечены. Субтитры создавал DimaTorzok